В Дворце спорта «Видное» уже третий год существует спортивный клуб, где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно сюда руководитель районного отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина привезла настольные игры, которые появились у организации благодаря благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Были приобретены вот эти замечательные четыре игры. Дворец спорта любезно согласились проводить здесь и соревнования можно проводить, и занятия с этими играми можно проводить. И поэтому эти игры будут находиться во Дворце спорта, и в них могут играть не только люди с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет абсолютно на равных условиях людям и с ограничениями, и без играть в одни и те же игры, чувствовать себя на одинаковом уровне, то, к чему мы все время стремимся. Приобретенные настольные и напольные игры народов мира, джакала, шаффлборд, кульбута и корнхолл пока еще не так широко известны, как, скажем, классические шахматы. Поэтому для знакомства с ними был организован мастер-класс. Эти игры, они доступны для всех возрастов, для всех людей практически. И главное, они доступны для людей с инвалидностью, с разными заболеваниями. Как бы доступна такая форма реабилитации, адаптации людей. В мастер-классе приняли участие 25 членов районного отделения Всероссийского общества инвалидов самых разных возрастов. Все участники довольно быстро разобрались с правилами и с азартом приступили к играм. Десятилетнему Ване Швабу больше всего понравился шаффлборд. Главное, чтобы попасть в цель и в цифры. Если ты попадешь в цифры, то одну фишку ты можешь запускать, но сильнее чуть-чуть. Александр Павлович Тресунов, вчера отметивший 86-й день рождения, с удовольствием поиграл во все игры. Большое удовольствие получил. И ко всем пенсионерам хочу обратиться, чтобы дома не сидеть, а вот сюда. Я уже помолодел здесь года назад. Настольные спортивные игры народов мира с каждым годом становятся все популярнее в нашей стране. Уже по многим из них проводятся чемпионаты и турниры, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам мастер-класса было решено организовать две команды – детскую и взрослую, которые бы после тренировок могли отправиться защищать честь муниципалитета на соревнованиях. В завершении мероприятия все участники получили памятные подарки. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Вот это здорово! Вот это класс!